Сотни тысяч человек понесли ущерб из-за наводнений в Индии и США. Есть жертвы и пострадавшие. Тем временем активность вулкана в Исландии снизилась. По ограничительной мере, но еще ограничительные меры действуют. А в Германии зафиксировали рост бедности. О главных событиях в мире далее в нашей рубрике «Мир сегодня». По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений в Индии. Власти эвакуировали 17 тысяч жителей. Штат отомил наду и разместили во временных лагерях. Затоплены целые кварталы. Спасатели добираются до пострадавших на лодках. Жители обеспечивают продуктами питания. Ранее штат пострадал из-за циклона Мичаунг. Тогда погибли 13 человек. В США борются с последствиями наводнений и шторма, обрушившихся на все восточное побережье. В штате Мэн без электричества остались сотни тысяч человек. В нескольких районах провели эвакуацию населения. Власти объявили чрезвычайное положение. Продолжаются восстановительные работы после паводков. Активность вулкана в Исландии снизилась. Но из-за раскаленной лавы все еще закрыты дороги. На месте дежурят полиция и службы экстренной помощи. Из-за сильного снегопада также отмечена плохая видимость. Ученые считают, что соседний город Гриндавик вне опасности. Власти еще несколько недель назад оттуда массово эвакуировали людей. В 2023 году искусственный интеллект позволил инноваторам создавать роботов, максимально похожих на людей. К примеру, в Лондоне представили андроида со встроенным чат-ботом. Он умеет взаимодействовать с людьми и помогает им ориентироваться в незнакомых местах. А в Португалии презентовали робота, способного имитировать человеческое письмо и обрабатывать большие тексты. А эти кадры уже из Шанхая. На них видно, как синхронно танцуют андроиды. Также в этом году роботов активно применяют в пищевой промышленности. Они могут повторять действия поваров и готовить простые блюда, а также приветствовать гостей и разносить еду. А в Перу разработали устройство, которое способно посадить до 600 семян растений за несколько часов. Его используют для восстановления лесов Амазонии. В Германии растет уровень бедности, считают сотрудники благотворительных организаций. По их данным, почти 30 лет назад в стране насчитывалось чуть больше миллиона детей, живущих за чертой бедности. С тех пор, несмотря на снижение рождаемости, их число увеличилось втрое. Ситуацию ухудшили рост стоимости жизни и нехватка жилья. Увеличилось число бездомных на улицах, считают волонтеры. По официальной статистике, 57% из них оказались на улице после расторжения договора на аренду жилья. Агырки Бақтубайр ғызы, 24КЗ.